Доброе утро, студии, еще раз. На самом деле, я уже начала проходить этот квест. Вот вижу тут циферку 38. Соответственно, мне нужно сейчас в этой комнате найти что-нибудь с цифрой 38. Я уже успела немножечко поискать. Нашла шкаф, на котором есть циферка 38. Идем к этому шкафу, смотрим, что там есть. Так, открываем. А здесь уже ждет вопрос. Так, Сергей, Анастасия, нужна ваша помощь. О чем идет речь? Электродуговая, ребята, слушайте внимательно. Русская, барабанная, амосовская, муфельная, банная, мартеновская. Ребята, что это такое? Что это может быть? Мартеновская, банная, может быть, это печь? Сколько ключей у нас по спорту? Ну, наверное, печь, да, мам. Вариант ответа. Конечно же, ребята, это печь, да, действительно, я на самом деле нашла уже даже печь. Соответственно, открываем печь. Ага, а здесь лежит следующая подсказка у нас. Так, ну, чтобы не раскрывать всех секретов, мы сейчас поговорим с методистом музея-усадьбы Юдина, Максимом Ворхин-Михалевским. Доброе утро, Максим, расскажите, пожалуйста, откуда вообще пришла идея такого любопытного квеста? В каждом музее есть тайные предметы, которые не бросаются в глаза, которые не видны. И именно для того, чтобы познакомить наших гостей с такими неявными, скрытыми у нас экспонатами, мы придумали такое задание, где наши гости могут найти вещи, которые обычно не бросаются в глаза. И через них узнать историю Геннадия Васильевича Юдина, узнать историю этого места, этой усадьбы и декабристов Енисейской губернии. Можете привести пример какого-нибудь факта из жизни, который включен в этот квест? Очень много фактов жизни Геннадия Васильевича легли в основу создания этого задания. Дело в том, что мы детально опирались на документы и на предметы, принадлежащие непосредственно Геннадию Васильевичу, и, проходя задания, люди будут иметь возможность пообщаться непосредственно с документами. С краткими сведениями, в которых Юдин описывал количество денег, потраченных им на пополнение библиотеки, узнают поподробнее о его винокуренном заводе и так далее. Очень много фактов, факты о семье. Скажите, пожалуйста, а что понадобится участникам этого квеста? Из материальных мы дадим листочек, ручку и карту нашего музея. А понадобится смекалка, знание школьной программы немножко, и самое главное, наблюдательность и терпение, потому что квест рассчитан приблизительно на час, и это будет целый час интересных заданий. Максим, скажите, пожалуйста, еще, как связан квест именно с часами? Вот у меня есть такая информация. Случайным образом мы обнаружили, что у нас в музее почти в каждом зале есть часы. Именно вот эта деталька маленькая, тайная, легла в основу этого задания. Каждый раз, выполняя задания по квесту, мы будем вынуждены смотреть на часы, расположенные в этом зале, и именно часы подскажут нам следующий зал, где будет спрятано следующее задание. Правда ли, что здесь в каждом зале действительно есть часы, ну, практически в каждом? Вы можете убедиться, проходить по залу. Почти в каждом зале есть часы, карманные, настенные, настольные. Как случилось, что они распространены так равномерно по музею, я не знаю, но это загадка наших экспозиционеров. Максим, спасибо вам большое. Желаю вам хорошо провести сегодняшний квест. За подробностями об участии, что нужно для этого, можно обратиться к организаторам квеста в музей-усадьбу имени Юдина. Ну, а я передаю слово студии.